После прочтения нескольких научных книг о происхождении жизни на Земле нахожусь под большим впечатлением. Евгений, что это за чудо? Просто в голове не укладывается. Ага. Ну что же вы за книги такие читали, если вы считаете, что это чудо? Тут очень... Вы стоите на такой... Вы вошли на кривую дорожку научно-религиозную и стоите у последней черты. Чудо, чудо – это встреча наша с вами. Потому что представьте себе, действительно, миллиарды лет планеты, эволюции, это не миллионы, миллиарды лет, больше четырёх. И вот мы такие здесь умные и красивые встретились с вами. А у нас тут уже больше семи миллиардов живёт на несчастном шарике. И вот мы с вами встретились. Это уже фантастика. Это почти невозможно. Это, конечно, выглядит как чудо, хотя всё это можно объективно объяснить. Да, то, что вы прочитали... А вы знаете, я вам скажу так. У вас две задачи, которые вы должны выполнить. Вы должны понимать одновременно интеллектом, всем нутром, что, да, всё произошло благодаря объективным процессам, которые научно описаны. Я не знаю, какие книги вы читали, но, значит, видимо, всё-таки научные. И это так и есть. И всё остальное домыслы и бредни религиозников – это вот так. А с другой стороны, для наслаждения, для лёгкости, для удовлетворения, ну, что ли, детских потребностей организма, да, вы можете относиться к этому знанию и к этому произошедшему очень давно мероприятию как к чуду. Потому что это как бы, ну, театр праздничный. Это праздничный. А праздник – это у нас жизнь одна. Вот, ну, у вас, по крайней мере. Вот. И поэтому надо больше праздника. Поэтому, кстати говоря, вот 26 декабря у меня лекция об истории европейских праздников. И я категорически, там ещё будем праздновать, поэтому я категорически вас прошу, просто вы должны быть на лекции 26 декабря. Это и рассказ об праздниках античности, Древней Греции, Древнего Рима, о том, как всё это из природы потом переросло в христианские, отчасти какие-то не переросли в христианские праздники, появились потом светские праздники, современные. Вот. И, кстати, это так, что неожиданно, кто знал, вот 25-го числа приговор этому пляшивому убийце Олегу будет, а 26-го сразу как вот праздник, моя лекция об истории праздников. Кто знал? Заранее, я же давно, месяц назад объявил, вот, а недавно только стало известно, когда приговор, просто, кто знал, ну, бывают совпадения. Но, короче говоря, 26-го декабря вы категорически запишите себе, что вы должны быть на моей онлайн-лекции. Вот. Поэтому я считаю, что здесь вы должны понимать, что всё произошло объективно, природно, про жизнь, зарождение и прочее, а и с другой стороны, относиться к этому эмоционально, эстетически, как чудо, тем более, что всё это вполне, ну, ярко, вот, ярко, горячо, при том всё менее горячее и холоднее, но всё равно долго было горячо после взрыва. Вот. Поэтому ярко, это яркое событие, яркое. И потом постепенно, вообще это появление Вселенной, потом уже зарождение жизни на нашей несчастной, а биогенез, и всё действительно, о-о-о, да, всё это. И поразительно представить, кто ваши, ну, не будем обобщать, кто ваши предки, то есть, так страшно выглядели, поэтому удивляться, что там чекисты вот отравили Навального, или они отравили, удивляться, посмотрите на звероящеров, на лимбическую систему, которую у нас от них, от звероящеров ещё, когда только желание отнять, съесть, убить и урвать, да. Вот, почему не наросло потом. Многих и до сих пор в некоторых регионах не доросло, почему они и режут людей во Франции, и по миру. Поэтому поздние всякие эволюционные эти структуры. Поэтому, да, конечно, чудо. А у кого-то чудо не произошло. Где-то, по-моему, так в жизни не началось, у меня такое впечатление. Вот. И поэтому где-то она не произошла. Вот, а тоже обобщать не надо. Дальше. Продолжение следует...